Хочется вырубиться, как вы живёте? Ничего, нормально, вы как? Хочется уснуть. Мы тоже. Неплохо. Откуда вы, мимализм? Как-то ничего, нормально пойдёт. Ты как? С мальчика, вау, классно. А я? Я с махачкалой. Сейчас посмотрим. Три секунды, потом выйдет. Круто. Ага. В принципе, недалеко. Как там у вас погода, Валий Кмаса? Вы решили, решились написать. Вот из-за так дома. Да. Как погода у вас там. Тоже так же, как у нас на сегодня, по-моему, не так жарко. Я решился. Спасибо. Очень жарко. Но сегодня вроде ещё как-то терпимо. Я чувствую, у меня один вентилятор только включен, и мне уже нормально. Поэтому, наверное, пойдёт. Как-то так. 36 буйнакский. Чё врёшь, блин? Коготь 36? Максимум тридцатка. Или 29. 36 откуда? Что у вас там? Буэнос-Айрес? Кое-что напишу вам в личку, если вы не против. Конечно, пишите, без проблем. Тем более, блядь, тут не скинешь. Ну, вот так. Будем верить. Я посмотрю, потом зайду в этот... Вот так вот там. Называется так. Нальчик, вы меня откуда-то узнали, может, или что-то просто вот так... У меня просто девочка была с Нальчика, которая... У меня она заказывала раньше. Композиции. Вот я помню, сейчас вспомнила. Это вы, не вы? А, всё. Я думала, просто девочка у меня была раньше, она заказывала у меня песни... Ну, не песни, то есть стихотворения. Благотворения. Там... Ну, много чего. Она была с Нальчика. Поэтому я думаю, может быть, вы меня откуда-то узнали. Так-то пришлётся, я после эфира смогу... Может, я тоже закажу? Вообще без проблем. Может, вы тоже закажете, кто знает. Если вам нужно для кого-то, то без проблем, конечно, можно будет. Так. Мне сейчас придёт сообщение, если вы мне что-то написали. Я так хочу спать, пока здесь сижу. Это что такое? Так может быть, да? Почему до сих пор нам никто ничего не подарил, ребята? Само сидим, как эти странные люди. Руслан Магомедов. Руслан Магомедов. Знаете, такое, да? Сейчас, подождите, начнутся весёлые сообщения. Уже не начнутся, он вышел. А кисть... Поцелуй свою шею. Окей. Спасибо большое. Благодарю. Очень приятно. Аликум ассалам. Всем здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Как-то так. Как у вас дела, ребята? Чем заняты? Дреды? Это не дреды. Это косичка. Почему вы всё время говорите, что это косичка? Почему дреды? Это когда вот так вот перетёртые, блин, и всякие нити. Не понимаю. Нормально мне? Всё отлично. Редкий случай, когда кто-то что-то говорит не то. Нет, да что-то сама. Уже много, 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 много дней назад не сама. Тебе идут волосы. Спасибо, Тима, большое. Очень приятно. Так. Так. Так это волосы. Как бы ни было. Это же не что-то там непонятное. Я вообще не понимаю, когда люди, например, вот кому-то что-то, ну, плохо. Даже если у меня есть такое мнение, я никогда не зайду, не буду говорить так человеку. Вот отвечаю. Я не понимаю этого. Если человек поправился, если он сильно похудел, если он плохо выглядит, я считаю, что это не тактично. Просто чисто вот по-человечески я очень воспитанный человек. Я не буду никогда так говорить. Если это близкий, очень приближённый, тем более я с ним нахожусь наедине, я могу что-то сказать. Но когда здесь эфир или толпа людей, унизить кого-то этим, сказать, сделать неприятно, задеть самооценку, я считаю, что это вообще некрасиво и неправильно. Даже если человек полный, некрасивый, ему не подходит что-то или ещё что-то, это неправильно. Дело не в этом. Это неправильно, это не тактично. Спасибо большое, очень приятно. Спасибо большое. Поэтому как-то так. Вот. Даже если малейшее, это не тактично, абсолютно нет. Даже если, вот я слышала, передо мной происходила ситуация. Девушка, на море, конечно, была. Девушка идёт и встречается молодой человек к ней. И он ей говорит, ты в натуре много хинкала, походу, ела. Такие щёки у тебя. Девушка улыбается и смеётся. И она говорит, я понял, по косичкам. И она такая улыбается, говорит, да, ну вот так вот может быть. И она типа поняла эту шутку, ебанутую, вонючую шутку, простите меня, за это не комплимент. Якобы она поправилась. И она перед ним улыбнулась, потому что это её знакомый. Я считаю, что это вообще, блядь, неправильно. И она вперёд идёт, и она стоит, а у неё настроение пропало. Про девушку просто, про знакомую. И у неё настроение пропало. И она просто стоит, и всё, у неё в голове, я жирная, я толстая, я некрасивая. Это неправильно. Поступать так с женщинами, с мужчинами, у которых могут быть ваши тупорылые высказывания. Этот человек может посмеяться, да, или сказать, ой, а что у тебя, прыща на лбу там. Ты чё, кожу, что ли, не чистишь? Нет. И это всё правильно поняли. Женщины очень тонкая натура. Она всё правильно поняла. Женщина очень тонкая натура. Неважно, мужественная, сильная женщина. Одна с ребёнком, без разницы. Она может быть, пипец выглядит, очень мужественная, с накачанными бицепсами. Неважно, когда женщина, это всё равно женщина. Она может заниматься спортом, чем по кайфу. Но при этом, когда вы говорите что-то по поводу внешности человека, любого, даже мужчину это ранит. Это неправильно. Это неправильно. Подождите секундочку. Поэтому как-то так. Поэтому, пожалуйста. Мне кажется, ты по себе всё говоришь. Абсолютно не по себе. У меня есть близкая также подруга, которой муж может что-то сказать неправильно. И у неё такие загоны. Я просто знаю девушек. Я вообще, в принципе, училась на психолога, чтобы вы понимали. У меня диплом высшего образования психолога. И я прекрасно понимаю людей. Как это неприятно. И несмотря на то, что я могу выстраивать границы и не принимать всё близко к сердцу, Но я ранимый человек, поэтому я не пошла на психолога, например. Потому что я знаю, что проблемы людей меня тронут. Проблемы общества меня тронут. Какие-то обидные вещи за людей меня тронут. Я не могу выстраивать огонь перед собой.